Чуть больше месяца назад в Ивановской области начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Как и любое нововведение, принимают его неоднозначно. Многие представляют, что выглядеть это будет примерно вот так. За вывоз мусора по 88 рублей с каждого ежемесячно. На что пойдут эти деньги, а главное, станет ли чище, пока не ясно. Специалисты регионального оператора по обращению с ТКО уверяют, что систему скоро отладят. Сейчас же в сети обсуждают, нужно ли оплачивать новые квитанции и будет ли копиться долг, если о них забыть. Несомненно, квитанции оплачивать необходимо, потому что это коммунальная услуга. Она предоставляется всем гражданам Ивановской области. Те граждане, которые не оплачивают квитанции в июле, смогут их оплатить и в августе. Но на самом деле необходимо оплачивать ежемесячно эти квитанции, чтобы долги не копились, как снежный ком. Договоры с рекоператором заключили почти все управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома. Вопросы остаются у жителей частного сектора. Один из них касается контейнеров для мусора. Кто, где и когда их установит. Региональный император установит контейнеры. В том случае, если органы местного самоправления определяют места для контейнеров площадок, оборудуют их соответствующим образом, региональный император сразу же выставит контейнеры. И тем самым жители частного сектора будут переведены на контейнерный вывоз твердокоммунальных отходов, что будет гораздо удобнее для самих жителей. Первые квитки жители получили в конце июля. Сколько из них оплатили, пока не ясно. Наша съемочная группа решила выяснить, как люди оценивают новую систему и согласны ли за это платить. Вот к кому обращаться по поводу того, что плохо обслуживают. Обслуживают очень плохо. Не только в частном секторе, и у квартирных домов тоже плохо. В общем, люди недовольны пока. Никаких нареканий у меня нет. У меня все. Два человека прописано, за двоих заплатила. Сумма, конечно, увеличилась, потому что у меня площадь поменьше была. Но что будем привыкать к новой системе. Честно говоря, я даже не заморачивался на этой графе. Потому что там разница, по-моему, не очень большая, на мой взгляд. Поэтому как-то так без особого напряга. Я бы не сказала, что плохо вывозят. Каждый день вывозят там мусор. То есть у вас нет нареканий вообще? Нет, нет. Нет нареканий нет. Ну просто дорого. Если бы убирали, то есть можно это как бы платить. А так, как сейчас вот как к этому относятся, ну я не знаю, это надо в прокуратуру уже обращаться. То есть деньги взымают, а ничего нет. То есть то, что предоставления услуг никаких нет. Деньги за что взымают? Александр, сложившийся во дворе его дома ситуации, недоволен. Прямо на тропинке образовалась стихийная свалка. Дозвониться до регоператора по телефону горячей линии ему удалось только с 47-го раза. Заявку приняли, но никаких действий не последовало. Когда были управляющие компании, убирали, то есть убирали нормально, то есть можно сказать каждый день. А как вступил в силу новая поправка, так то есть убирать это вообще перестали. То есть за что платим деньги, непонятно. Вопросов по уборке и вывозу коммунальных отходов остается еще много. О том, как будут решаться острые проблемы, смотрите в репортажах телеканала РТВ. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.